Дозор! Системы безопасности в городе Кирове! Видеонаблюдение, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом. И, внимание, акция! Оборудование HiWatch теперь доступно со скидкой 30%. Дозор! Улица Комсомольская, 8, телефон 255615. Подробная информация в акции и модельном ряде в группе ВКонтакте либо на сайте kirovdfisafety.ru Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия» в студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. УАЗ подрезал ВАЗ. Один человек погиб, и еще один получил тяжелые травмы при ДТП на улице Ломоносова. А мы на втором этаже зависли. Я вам звонила, я звонила. А вы не спала, у меня Тёмка орала. Будили друг друга и выходили на улицу. Тут диван стоял, кто-то выкинул, вот похоже, он уберил. На улице Варовского вспыхнул подъезд многоквартирного дома. Во время эвакуации ожоги получила мать и ее ребенок. Пятница, 13-е. Вот так вот отдыхают. Жители на Учарского один в десять, а с четвертого этажа молодежь упала. Ты сможешь считать? Нет. Так каждые выходные гуляют. В Кирово-Чепецке после пьяных посиделок с четвертого этажа выпал молодой человек. Оба ехали на красный. В Кирове вынесли приговор одному из виновников ДТП на перекрестке улиц Сваровского и Солнечной. Оказался в мертвой зоне. На улице производственная камера зафиксировала, как водитель фуры протаранил Солярис. Один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы при ДТП на улице Ломоносова. Там столкнулись три автомобиля. УАЗ, 14-й и ГАЗ. Подробности в рубрике «Обзор аварий» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. В понедельник утром на перекрестке улиц Ломоносова и Мира столкнулись три машины. Кадры аварии зафиксировала камера наблюдения. Видно, как УАЗ выехал с улицы Мира на Ломоносова и задел 14-ю. Та, в свою очередь, выехала на встречную полосу, где ехал грузовик. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ при выезде со второстепенной дороги совершил касательное столкновение с автомобилем ВАЗ-14 модели, который от удара отбросил на встречный грузовой автомобиль. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте. Его пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Сотрудники госавтоинспекции проводят регулировочные действия на месте ДТП. В Орловском районе погиб пешеход. По предварительным данным ГИБДД, он шел по краю проезжей части и его сбил попутный автобус «Вольво». От удара у машины разбилось ветровое стекло. Пешеход получил смертельные травмы. По факту ДТП следователи проводят проверку. На улице Романа Ердякова сбили еще одного пешехода. По предварительным данным, водитель «восьмерки» наехал на 69-летнего мужчину. От удара пострадавший получил тяжелые травмы. Его госпитализировали. На улице Московской у 66-го дома столкнулись два встречных автомобиля – «Киа Церрато» и «Киа Рио». По предварительным данным, от удара пострадали двое. Это 28-летняя девушка-водитель Рио, а также ее 22-летний пассажир. Пострадавшим медики оказали помощь. У дома 22-1 по улице Ульяновской столкнулись еще два автора – «Рено Логан» и «Хенде Солярис». Травмы получила 8-летняя пассажирка корейской машины. Ей понадобилась медицинская помощь. На улице Ленина пострадал еще один человек. По предварительным данным, там не разъехались «Шевролес Парк» и «ВАЗ-2107». В итоге травмировалась 19-летняя пассажирка классики. Ей вызвали бригаду скорой помощи. Сергей Пичугин, место происшествия. В час ночи оказались на улице жильцы дома 113-1 по улице Воровского. В воскресенье в подъезде там произошел пожар. Возле тамбура подъезда кто-то поставил диван, который пока все спали вспыхнул. Жильцы срочно выбегали из квартиры, но чтобы спастись, им в прямом смысле слова пришлось проходить сквозь огонь. В итоге от такой эвакуации пострадала женщина с ребенком. На месте происшествия побывал наш корреспондент Павел Москвин. Жильцов дома по улице Воровского разбудили запах гари и крики соседей. За считанные секунды им пришлось одеваться и выбегать на улицу. Место сгорания – это лестничная площадка возле тамбура. Чтобы выйти, людям пришлось проходить через самый эпицентр пожара. Таким образом, во время эвакуации ожоги получила женщина с ребенком. Их сразу же посадили в карету скорой помощи, а потом и госпитализировали. Около 40 минут жильцам пришлось стоять на улице и ждать, когда прольют место пожара и разрешат вернуться домой. По словам очевидцев, жильцы почуяли запах гари и сразу стали звонить соседям. Медлить было нельзя, ведь весь подъезд оказался в плотном дыму. А мы на втором даже зависли. Я вам звонила, да звонила. А вы не поделись. А я не спала, мне о чем-то орал. Ужас какой-то. Соседи жаловались не только на того, кто непосредственно устроил пожар. Они возмущались теми, кто перекрыл доступ к пожарной лестнице. Надо наказать все 10-7-го. Это же кто пожарный? Это пожарную лестницу-то закрыл? Я вообще ничего не понимаю. Жильцы рассказали, что если бы все эвакуировались по пожарной лестнице, то пострадавших бы не было. По словам очевидцев, пожар произошел по двум причинам. Во-первых, из-за того, что кто-то оставил у тамбура старый диван. Во-вторых, кто-то его поджег специально или случайно. Сейчас неизвестно. Тут диван стоял, кто-то выкинул. Вот похоже, он уберел. Сейчас в причинах пожара разбираются сотрудники ОНДПР. Рассматриваются несколько версий. От неосторожного курения в пьяном виде до поджога. Сергей Пичугин, ПАЛ Москвин, место происшествия. Сейчас ненадолго прервемся и вот что будет дальше. Пятница, 13-е. Вот так вот отдыхают. Жители Нанучарского, 1-10, а с четвертого этажа молодежь упала. Ты сможешь встать? Нет. Так каждые выходные гуляют. В Кировочепенске после пьяных посиделок с четвертого этажа выпал молодой человек. Пока один тушил по крывалам, другой бегал за водой. А вот и пожарка едет. Ночью на улице Лепсе вспыхнул Мерседес. Оба ехали на красный. В Кирове вынесли приговор одному из виновников ДТП на перекрестке улиц Воровского и Солнечных. Оказался в мертвой зоне. На улице производственная камера зафиксировала, как водитель фуры протаранил Солярис. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Весьма не задался вечер пятницы 13-го для компании молодых людей в Кировочепенске. Сначала юноши что-то бурно отмечали, а затем один из приятелей выпал из окна четвертого этажа дома. Все подробности в рубрике «Сводка». В пятницу 13 декабря в Кировочепенске на улице Луначарского с четвертого этажа дома выпал молодой человек. По словам очевидцев, до этого поздно вечером в съемной квартире пьяная компания что-то бурно отмечала. Затем устроила дебош в подъезде. Спустя время один из приятелей выпал из окна. Пострадавший был в сознании, но не двигался. Прохожие вызвали ему скорую, однако врачей на месте ждать не стали. Проезжающий мимо водитель поднял молодого человека на руки и увез в больницу. Поздно вечером 15 декабря на улице Роза Люксембург загорелась квартира на первом этаже. Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое пламя в одной из комнат. В квартире находилась женщина, ее передали врачам скорой помощи. Затем пострадавшую с ожогами доставили в Центр травматологии. В результате огонь повредил стены, потолок, имущество в комнате и прихожей. Предположительно причиной пожара послужила неосторожность женщины при курении в пьяном виде. По факту возгорания проводится проверка. По словам очевидцев, эта квартира горит уже не первый раз за последний год. Горит, Мэр Си. В районе площади Лепси в ночь в субботы на воскресенье вспыхнул Мерседес. Пламя и дым вырывались из-под капота машины. На месте дежурила полиция. А вот и пожарка едет. Ну все потушили, а до приехала. Веселуха у нас. До приезда спасателей двое мужчин пытались потушить огонь самостоятельно. Ленинский район и суд вынес приговор бывшему менеджеру оператора сотовой связи 24-летнему Максиму Кузнецову, который похитил деньги со счета абонента. Молодой человек работал в офисе Новоровского и имел доступ к системе оператора сотовой связи. В суде установлено, что осужденный, имея доступ к специализированной информационной системе оператора сотовой связи, произвел замену сим-карты абонента, после чего с ее счета похитил более 13 тысяч рублей, обратив деньги в свою пользу. Суд согласился с мнением гособвинителей, признал его виновным, принимая во внимание полное возмещение потерпевшему материального ущерба. Кузнецову назначили наказание полтора года ограничения свободы. Кировские полицейские устанавливают личности женщины, причастной к краже из магазина на Московской 181. Днем 29 ноября с прилавков пропали товары на сумму около 3 тысяч рублей. Предполагаемая злоумышленница попала на запись камеры видеонаблюдения. В полиции проводят проверку по факту кражи. Информацию о личности женщины просят сообщать в полицию по телефонам на экране. Алина Котрихова, Место происшествия. В Кирове вынесли приговор одному из виновников ДТП на перекрестке улиц Воровского и Солнечной. Напомним, авария произошла 3 мая этого года. Столкнулись с «Девяткой» и «Шевролес Парк». Тяжелые травмы получили два пассажира ВАЗа. Впрочем, оба водителя ехали на красный сигнал, но наказание получил только один. Подробности в нашем следующем материале. Мощное ДТП на перекрестке улиц Солнечной и Воровского зафиксировали сразу две камеры очевидцев. «Девятка» врезалась в «Шевролес Парк». Видно, как водитель «Девятки» на огромной скорости проезжает перекресток на красный сигнал. В это же время на улицу Солнечную тоже на запрещающий сигнал поворачивает малолитражка. После сильного лобового удара пострадали шесть человек. Это оба водителя, а также четыре пассажира «Лады». В хлам разбитые автомобили покинули место ДТП на эвакуаторе. В ходе расследования и изучения видео с регистраторов выяснилось, что оба водителя выехали на перекресток на красный сигнал и, получается, оба виноваты в ДТП. Также из шести пострадавших два молодых человека, пассажиры «Девятки», получили тяжелые травмы. Медики зафиксировали, что был причинен тяжкий вред здоровью. Что касается водителя «Девятки», Дмитрия Вардасанидзе, в момент ДТП он и передний пассажир были не пристегнуты. Следствием также было установлено, что Вардасанидзе превысил скорость. Он вел автомобиль со скоростью около 84 км в час. В свою очередь водитель «Шевроле Спарк» Евгений Фоминых не снизил скорость для остановки перед перекрестком и продолжил движение на красный. Впрочем, за это ДТП пришлось отвечать только Евгению. Водитель «Девятки» Дмитрий помирился со своими пассажирами и уголовное дело в отношении него было прекращено. В итоге водитель «Шевроле Спарк» свою вину отрицать не стал. В качестве смягчающих вину обстоятельств судом учтено полное признание вины, раскаяние содеянным, наличие и нождевение малолетних детей, а также принятие к мер возмещению морального вреда. Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. Приговором Ленинского районного суда города Кирова 32-летний житель города Кирова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первости 264 УК РФ. Он назначен на наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также Евгению Фоминых предстоит два раза в месяц отмечаться в надзорном органе. Потерпевшие, в свою очередь, могут обратиться в суд за возмещением морального вреда. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас ненадолго прервемся. Смотрите далее в выпуске. Оказался в мертвой зоне. На улице производственная камера зафиксировала, как водитель фуры протаранил Солярис. Отличная реакция. Нанесение проекта. Сергей Тимов, везде ПМ. Депутаты не могут... На улице Щерса водитель иномарки выехал на главную дорогу и чуть не спровоцировал ДТП. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице производственная камера зафиксировала, как водитель фуры протаранил Солярис. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Московской и Производственной столкнулись многотонная фура и седан Hyundai Solaris. Судя по видео, водитель грузовика ехал прямо, а затем на перекрестке стал перестраиваться направо и въехал в Hyundai. Скорее всего, легковушка находилась в так называемой «мертвой зоне». Водитель грузовика ее не заметил. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают виновника аварии. На Победиловском тракте вечером нарушитель на иномарке не успел закончить обгон и остался на встречной полосе. Владельцу регистратора удалось разъехаться с нарушителем. За такой маневр водителю иномарки грозит штраф в полторы тысячи рублей. На Слободском тракте гонщик на минивэне пошел на обгон через сплошную линию разметки. Водитель минивэна совершил запрещенный обгон. Ему может грозить штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. На проспекте строителей водитель машины с камерой напугал шофера на Киан, который планировал повернуть из среднего ряда налево на улицу Московскую. На повторе видно, что водитель Киа сначала включил сигнал поворота, а потом выключил и продолжил движение прямо. На улице Щерсов водитель иномарки выехал на главную дорогу и чуть не спровоцировал ДТП. Только благодаря реакции водителя машины с камерой аварии не произошло. За такой маневр водителю иномарки грозит штраф в тысячу рублей. На улице Милицейской произошла похожая ситуация. Водитель Некси не уступил дорогу машине с камерой и повернул налево. Водителю Некси также полагается штраф в тысячу рублей. В Кирове водитель и пассажиры машины с камерой удивились, как им дважды дорогу перебежали две лисы. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Это был проект Место происшествия. Подписывайтесь на наши паблики, аккаунты в Инстаграме, ВКонтакте и, конечно, на Ютубе. В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. Увидимся на Первом городском. Продолжение следует.